всем привет это канал паркет на диване и я сергей писаренко и вопрос на сегодня какую подложку под ламинат стоит выбрать данное видео мы будем снимать специально для little насти так как она уже несколько раз комментариях просила снять передачу по поводу подложки не могу сказать что это прям будет передача но на небольшой информационный ролик точно потянет честно сказать я очень надеюсь что все-таки little настя это маленькая красивая девочка они огромные бородатый мужик потому что по названию аккаунта сложно судить итак посмотрим что я по этому поводу думаю поехали на сегодняшний день существует огромное количество различных подложек из различного материала они могут быть и рулонные и листовые и гармошкой есть подложки клеевые не клеевые из натуральных материалов из искусственных и так далее многие производители уже начали выпускать подложку со своим именем и естественно рекомендуют под свой материал дабы повысить себе чек но я сегодня не буду рассказывать все и обо всем так как подложек действительно очень много и многие интересные подложки они подходят только в каком-то точечном варианте там в уникальном случае поэтому я расскажу о самых известных я думаю что и вы их возможно знаете вот сегодня я озвучу свой топ-5 подложек с которыми я постоянно имею дело но свой рассказ я начну как раз не с подложки а с гидроизоляции или пароизоляции как вам удобно что собой собственно представляет гидроизоляция эта пленка 150 200 микрон которая должна укладываться первым на ваше основание она должна лежать по всему вашему полу по всему периметру там где стыкуется пленка она должна монтироваться внахлёст примерно 20 сантиметров и выходить на стену примерно 3-4 сантиметра так сказать нужно сделать корыца вот эти вот 3-4 сантиметра они закроются практически любым плинтусом поэтому можете за них не переживать так как любое бетонное основание взаимодействует всегда с влажностью неважно это новостройка где свежезалитая стяжка или в старом доме где стяжки уже 10-15 лет бетон такой материал который работает как губка он может принимать влагу так и отдавать и чтобы не было взаимодействия остаточной влажности в вашем основании с материалом всегда нужно стелить вот такую вот пленку кстати любая европейская фабрика откажет вам в рекламационном случае если у вас под ламинатом или под паркетной доской не будет данной пленки весь этот регламент с этой пленкой указан во всех инструкциях по укладке материала который прилагается практически каждой пачке мы недавно кстати снимали видео по этому поводу ссылка будет где-то вот здесь что хотелось бы еще добавить данная пленка стоит по сути копейки поэтому не стоит экономить копейки чтобы избежать переукладки своего материала вот данную пленку можно приобрести в любом магазине паркета либо практически в любом хозяйственном магазине и вот мы подобрались к моему топ-5 подложек и начнем мы с 5 место и это спененный пенополистирол у данной подложки есть только один огромный плюс это ее цена все остальное к сожалению это минусы сплошные данная подложка может быть подойдет какому-то бюджетному ремонту если вы делаете квартиру например с дальнейшей перепродажей вам нужно сделать какую-то просто красивую картинку а на покупателей которые вас приобретут эту квартиру вам плевать тогда да данная подложка вам подойдет я ее не советую и мы ее в принципе не монтируем не используем в своих объектах поэтому это говно мы выкидываем и сокращаем мой топ-5 до топ-4 теперь мы пойдем в обратном порядке и первое место моего топа пробковая подложка может кто-то удивился но да это пробка еще десять лет назад я впервые побывал в германии на фабрике хара где проходил обучение собственно всем этим ламинатно паркетным делам и технолог фабрики хара мне вбил в голову тогда еще что у пробковой подложки самое большое количество плюсов с тех пор я собственно придерживаюсь этого мнения но не только исходя со слов технолога но уже и со своего многолетнего опыта надеюсь что все из вас знают для чего служит подложка при укладке плавающего пола первое это сгладить незначительные неровности и шероховатость поверхности так как по стандарту перепад не должен превышать 2 миллиметра на 2 метра длины второе это шумопоглощение так как например ламинат он просто нуждается в шумопоглощении так как это один из самых звонких материалов и третье это теплота так как мы хотим чтобы наши ножки были в тепле пробка пробка это упругий материал и я бы не рекомендовал его укладывать на неровное основание так как по сути ну ничего вам пробка не сгладит но пробка это комфортная подложка на пробке ваш материал ламинат либо паркетная доска смотрите какой мне огрызок из пробки ваш материал ламинат или паркетная доска на пробке будет вести себя максимально комфортно то есть это максимальное шумопоглощение и максимальная теплота кстати для тех кто говорит что пробка это плохая подложка она крошится рассыпается и так далее вот этому образцу уже порядка шести лет смотрите да он там немножко потрепался но он не рассохся он не рассыпался и так далее я думаю еще года три так прослужит так точно вот а для тех кто говорит что пробка это некачественная подложка или не советует ее либо вы использовали в своей укладке некачественную пробку например китайскую какую-то вместо португальской или вы просто производили монтаж не по технологии да забыл сказать так как пробка это упругий материал то она не поддается усадке в местах трафика мы ходим практически по одним и тем же тропинкам по своему дому или квартире и в этих местах где мы постоянно ходим пробка не поддается усадке и соответственно нет дополнительной нагрузки на замковое соединение и вследствие у вас скорее всего что не будет ни скрипов ни люфта дальше по поводу взаимодействия пробковой подложки с влажностью если вы опять же будете монтировать ее на гидроизоляционную пленку то этот вопрос автоматически отпадает теперь по поводу минусов пробковой подложки первый минус это собственно ее цена так как пробковая подложка считается одной из самых дорогих вообще которые существуют кстати по технологии нужно монтировать подложку 2-3 миллиметра нет то есть не более трех это указано практически во всех регламентах производители вот и собственно свыше трех миллиметров у пробки ценник вообще взлетает в космос поэтому здесь наверное лучше подлить ваши основания до определенного уровня чем покупать толстую пробку плюс возможно еще кстати некоторые такие ощущения могут возникнуть при монтаже напольного покрытия именно на толстую пробку там от пяти миллиметров и выше это эффект пружинки это также иногда ощущается второй минус это собственно пробка вам практически ничего не сгладит поэтому основание должно быть идеальное едем дальше на втором месте у меня хвойная подложка она как и пробка в зоне внимания кто-то от нее в восторге кто-то наоборот я делюсь лично своим опытом и своими ощущениями вот она вот так вот выглядит хвойная подложка у хвойной подложки одна из основных задач это как раз заглаживать незначительные неровности и шероховатости в отличие от пробки также хвоя имеет высокую плотность плиты поэтому ее можно использовать более в более толстом варианте толщины у хвойной подложки варьируется от 3 до 10 миллиметров вот поэтому в целом за счет именно этой подложки иногда при форс-мажорных обстоятельствах мы можем поднять наш пирог например там к плитке чтобы не было никаких перепадов еще одними плюсами данной подложки можно считать ее комфорт так как она достаточно хорошо поглощает звук и повышает теплоту вашего пола кстати ее нужно обязательно стелить также на гидроизоляционную пленку по поводу стоимости хвойная подложка она не относится к дешевым подложкам но она в любом случае будет стоить дешевле хорошей пробки минусом хвойной подложки можно считать ее запах после укладки данный запах может простоять от нескольких часов до нескольких дней затем выветривается и не приносит больше никаких неудобств это все связано непосредственно с мокрой технологии производства самой подложки запах естественно хвойных пород дерева кстати несколько лет назад я лично своим родителям укладывал ламинат именно на хвойную подложку так как они живут в частном доме у них основание деревянные доски с небольшими перепадами и мы выбрали как раз хвойную подложку чтобы вот эти все неровности сгладить если я не ошибаюсь толщина подложки была по моему 4 миллиметра но точно сказать не могу мам если ты смотришь это видео напиши в комментариях сколько была толщина подложки родители привет кстати хвоя справилась вообще с этой задачей на ура ламинат лежит монолитом нигде ничего никаких воздушных ям нет все супер еще одним минусом хвойной подложки можно считать ее диагональную укладку то есть места стыков листов хвойной подложки не должны совпадать с торцевым соединением ламината это нужно для более жесткой конструкции кстати такая же диагональная укладка она подразумевается при монтаже листовой пробковой подложки почему многие производители ламината они советуют именно рулонную подложку чтобы минимизировать количество соединений при укладке самой подложки по хвой наверное у меня все двигаемся дальше к третьему месту и на третьем месте у меня подложка ту плекс или профитекс или профессионал как хотите что собой представляет данная подложка кстати эта подложка бывает только в трех миллиметрах и у нее есть один огромный жирный плюс которого нет у других подложек она сразу же является гидроизоляцией потому что с двух сторон у нее пленка а внутри пенопластовые шарики с одной стороны у подложки есть вот такие дырки которыми она монтируется на бетонное основание и кстати и также как гидроизоляцию нужно выводить на стену примерно 3-4 сантиметра потом это все дело закроется плинтусом так вот через эти дырочки ваша достаточная влажность она проникает в подложку и выходит в стены тем самым не вредит никак вашему финишному материалу стоимость данной подложки точно она дешевле чем пробковая подложка может быть чуть чуть дороже чем 3 миллиметровая хвойная подложка и и кстати очень сильно любят прорабы особенно в новостройках где они нахватаются там 10-15 объектов и быстрее 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 заканчивает объект чтобы потом не было никаких проблем они как раз берут вот такую вот подложку к минусам данной подложки можно отнести то что она производится только в трех миллиметрах это скажем не совсем всегда удобно еще один минус это то что у нее достаточно невысокая плотность и в местах трафика она достаточно легко может спрессовываться и образовывать незначительные люфты и по комфортным своим характеристикам честно скажу о моим личным ощущениям она недалеко ушла от листовой синтетической подложки так скажем экструдированный полиэстирол который у меня остановился на четвертом месте эта подложка очень популярная честно скажу продается огромным количеством в первую очередь опять же из-за цены так как она стоит несколько раз дешевле всех перечисленных мной выше вот естественно я не говорю за вспененный пенополистирол еще такой момент что подложка не взаимодействует с влажностью но ее обязательно нужно укладывать на гидроизоляционную пленку почему так как в процессе монтажа у данной подложки образовывается огромное количество стыков которые могут пропускать остаточную влажность вашего основания поэтому пленка опять же нужно минусом данной подложки я хочу отнести низкую плотность так как в местах трафика она спокойно может дать усадку и это следствие скрипа люфта и дискомфорта при ходьбе поэтому друзья не используем толстую синтетику максимум 2-3 миллиметра толстую ни в коем случае не используем запомни вот с точки зрения комфортных характеристик естественно эта подложка уступает и хвойной и пробковой подложки и туплексом друзья на сегодня это все надеюсь что данный ролик будет вам полезным и когда-нибудь поможет вам в выборе ламината подложки и других напольных покрытий little настя тебе привет опять же думаю что этот ролик тебе понравится напиши комментарий понравилось или нет если кстати у кого есть какие-то замечания добавки или еще что то пишите в комментариях мы ответим ставьте лайк подписывайтесь на канал паркет на диване всем пока